Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Александр Коклов. Сразу попрошу, если будут вопросы по ходу дела, можно перебивать, можно спрашивать. Да, я, собственно, фаундер проекта Nots.io. И перед тем, как рассказать чуть более подробнее про себе, чуть-чуть про проект, чуть-чуть, хотел бы спросить, как часто вы пишете комментарии в коде? Вот за последний месяц писали какие-то комментарии? Поднимите руку, кто писал. Какие? Такие? Почему? Хорошо. А кто-то писал комментарии, ну, не больше комментарии, а документацию к коду, где-нибудь в каких-нибудь вики-системах или где-то еще? Ну, что отличное от вот такого. Audio guidance. It's at audio guidance. Проблема в том, что я писал в итоге не такие комментарии и документацию. И в конце концов пришел к выводу, что это все не работает. Это все очень плохо. В первом случае, ну, it won't fix me, понятное дело. Никому это не нужно, оставляйте это незачем. В таком случае никакого толку от этого нет. Да и обычно, если мы говорим про документацию, то она где-то там себе лежит вики, никто ее не видит, не знает. И она как бы остается заброшенной. Поэтому я так подумал, подумал, что программист же шляп. Я же могу это сделать для себя и не только тулзовину, чтобы быстренько набросать какой-то текст или какой-то кусочек кода вставить и прикрепить его к модулю, функцию, чему угодно. Или там, допустим, в PDF-ку. Ну, или дизайнер прислал JPEG с дизайном его прилепить. А еще хочется обсудить. А еще хочется для себя какие-то приватные заметочки. В общем, накопилось достаточно много всякого разного. И самое главное, что хочется быстро иметь доступ из кода к этому. То есть я открыл себе редактор и быстро. Что же эта функция делает? Раз быстро нашел ответ на этот вопрос или какую-то дискуссию со своими коллегами. А самое главное, чтобы мне еще эта система говорила, что вот эта вот спецификация к этой функции, которую там когда-то бросили, она уже там наполовину устарела. Чтобы это было подсвечено, чтобы я об этом знал. Это вкратце о том, что я делаю. И это все, одна из частей этого всего проекта написана на Elixir и на Phoenix. Поэтому я, собственно, здесь и рассказываю вам об этом. Собственно, почему я вам пришел здесь все это рассказать? Коллеги приезжали месяца два назад с Elixir Meetup, по-моему, на девятом файпер. И там была скорее-то как больше для новичков мероприятие, для того, чтобы просто показать, что это за инструмент, что с ним можно делать. И один, я там рассказывал про патерманщик, ну не важно. И один из слушателей спросил, собственно, что можно с Elixir делать, что на нем можно писать. И эта мысль как-то мне, ну я так ему ответил там в двух словах, что с ним можно делать, но как-то мысль засела в голову, и она так не давала мне покоя. И я подумал, что это будет хорошая идея, чтобы к вам приехать и рассказать, для чего мы его используем. В самом начале, когда только идея возродилась, нужно было решить, на чем, собственно, имплементацию делать, на чем напитали эти дуэвные участки. Все было хорошо, все знали рейсы там, все, кто участвовал, ответ был, может быть, очевиден. Но единственный нюанс, это тогда уже было понятно, что будет целая куча веб-сокетов. И основная движуха будет происходить по веб-сокетам. Нужно это так на векенде организовать правильно, чтобы и не сойти с ума, поддерживая это все, и если что, быстро акшене это отладить, да и чтобы понятно было, тоже это важно. То есть всякие там Руби с его, я не помню, как это, одно из последних там у них из-за жителей в рейсах. Вот оно не подходило, потому что, ну, все мы знаем, как Руби работает, как Anno.js, но он тоже нет. Поэтому, поэтому Руби, поэтому Алексей. Все начиналось, собственно, с Феликса. Ну, с чего еще можно начинаться? В 2018 году знакомство с Алексеем, а конечно с Феликса. И, в общем-то, это был достаточно хороший Руби на тот момент. Опять-таки, самое главное, веб-сокет есть, есть. Хотелось быстренько накидать маркап в Хамли, пожалуй, без библиотечки, которая это позволяет за... Как в Руби, как в Рейсах, чтобы было. Быстро CSS накидывать, ну, не руками же выписаться, открывающими скобочками. Хочется, конечно, SASS. Все есть, все из коробки поддерживается. Быстро WeaponPage получилось. Все были рады, все были счастливы. Ну, обо нам пошло-поехало. Нужна авторизация, нужна аутентификация. Нужно почту отправлять. Нужно еще какую-то целую кучу действий делать вокруг этого всего. На удивление оказалось, все это возможно. Мы даже некоторые из этих библиотек поддерживаются и пишутся людьми, которые в Rails-комьюнити очень известны и которые разрабатывают аналоги этих библиотек для рейсов. То есть, так сказать, от первого лица все это дело. Ну и, соответственно, качество тоже на высоте. Дальше захотелось базы данных, захотелось RefininkDB по своим причинам. Захотелось Postgre, конечно же, потому что там вся вот эта часть аутентификации с авторизацией больше заточена на PostgreSQL, поэтому PostgreSQL, вот как бы все это есть, все эти библиотеки есть, работают. Пожалуйста, на вопрос. А, RefininkDB живой? Чеченый живой? Конечно, живой. RefininkDB живой. Там была... Жилой ремонт. Можно я в кулуарах расскажу? Там длинная история. В общем... Актуальный, да? Да. Он актуальный, он в опенсорсе, им занимается. И наразе будет черновой релиз, багфикс-релиз. И могуть пару релиз к тому, в букву релиз. Як лист, а там черновой с багфиксами. Вот этот ресурс очень хороший и помог мне, когда нужно было быстро найти подходящие необходимые части. Для того, чтобы быстренько вкрутить в Phoenix Reels. Ух, простите. Phoenix Reels. Да, тут это большой список из библиотек. Которые на все случаи жизни для Elixir и Phoenix разработки. С этим всем получилось запустить базовый скелет приложения. Все работало достаточно неплохо. Разрабатывалось, скажем так, достаточно быстро. То есть, некоторое время на знакомство с Elixir и с Erlang.com все-таки понадобилось. Ну, пару недель на это можно потратить. Дальше пошло только... Ну, все очень быстро пошло. Когда это все, весь этот костяк был готов, стал вопрос, а кроме как бы Phoenix, Elixir и приложения, нужно делать какую-то коммуникацию, ну, совершенно определенную коммуникацию, нужно делать со сторонними штуками, со сторонними сервисами. И очень быстрый ресерч на эту тему показал, что платформа и язык достаточно хорош для того, чтобы делать коммуникацию, для того, чтобы получать данные из других сервисов, для того, чтобы подсасывать данные из третьих источников. Внезапно оказалось, что у нас в проекте появилась джава, вернее, появилась ложа и ложа скрипт. Там в колорах много разговаривали, у нас чисто практически кременили по всему. И нужным было каким-то образом между Erlang, виртуальной машиной, ну, Elixir и Java, и как-то разговаривать между Elixir и Flore. Очень сильно помогло то, что в Erlang есть такое понятие, как порт. Если коротко, это такая специальная штука, которая запускает какую-то экстренную программу. Это может быть что угодно на каком угодно языке, лишь бы оно было запускание. И через S2D и S2D разговаривать с этим всем по каналу, по пайту. Что вы туда в этот порт кладете, что вы оттуда ожидаете, ну, это уже на вашей совести, какой вы протокол захотите, такое сделайте. Плюс этого подхода в том, что если экстренный программ падает, ну, там, допустим, шекфолку где-то нарисовали, то Erlang машина живет дальше. Если вы правильно сконфигурируете, она даже может переподнять этот процесс, заново переподвизаться, и как будто бы ничего не произошло. Все будет продолжать работать дальше, как работало. Очень сильно нас выручило, мы по этим, ну, то есть мы по этому порту, по шине данных, скажем так, гоняем то, что называется термы, бинарные термы. То есть в Erlang есть стандартные функции термы, бинарные термы, но любой структуру данных Erlang, ну, или Elixir, в общем-то, все равно, потому что структура данных Elixir, это, в общем-то, структура данных Erlang. Она их запакует в бинарный формат, она ставит специальные заколовочки, и поток байтов, его можно слать куда угодно. Да, и здесь вот не зря указано J-интерфейс. Разработчики Erlang, Erlang-виртуальной машины, позаботились о Java-разработчиках и написали небольшую библиотечку, которая умеет, допустим, этот бинарный, в том числе, этот бинарный формат читать. То есть там, в принципе, ее способностей, конечно, побольше. Там можно, грубо говоря, целую Erlang-ноду поднимать и общаться с ней по встроенному протоколу дистрибуции, Erlang-distribution протоколу. Но нас интересовал только лишь вопрос дизериализации этого бинарного формата, то, что может понимать Java. Ну, а что понимает Java? Ну, там, конечно, объекты, то есть распаковывают это в Java-классы. В общем-то, для чего все это нужно? Опять-таки, эволюционно сложилось так, что, допустим, она уже достаточно старая, но сейчас немножко по-другому страница с дискуссиями выглядит. Изначально все это было нарисовано в Хамле в САСе и как бы работало. Но нужно было сделать так, чтобы вот эта часть, вот эта таблица, которая светлая выделена, она была динамически обновляемой, чтобы, если кто-то написал сообщение, оно появлялось сверху, чтобы количество комментариев, количество сообщений изменялось без перезагрузки страницы. И поэтому получилось так, что вот весь каркас страницы – это стандартный фениксовский шаблон, который достаточно быстрый, который хороший. И я, наверное, вам на ладен токи еще расскажу про шаблончики немножко. А вот все, что внутри – это кло же плюс кло же скрипт-часть, которая такая динамическая, которая в реалтане обновляется. Программисты же, код нужен. В двух словах, как общаться по портам. Сверху – это эликсировская часть, построчно. Первая строка определяет, где лежит джарничек. Вторая строка определяет, какую команду запускать. Третья ее, собственно, запускает и открывает порт. Соединяемся. Все, порт готов. Вот последняя строка. Короче, последней строкой. Для того, чтобы в этот порт что-то отослать, вон, называется, это все стандартные команды, никакой дополнительной библиотеки или магии. В порт пишем, термин-то байнари, дейтер, дейтер, что мы хотим туда, то и пишем. Обычно в нашем случае туда уходят всякие вложенные мапы в большие количества. Джема-процесс, ну или любой экстернен процесс, который работает на той стороне порта, может ответить какими-то данными обратно. В случае с эликсиром это придет handle info сообщением вот с такой вот сигнатурой, то есть дейта и, собственно, данные, которые пришли. Чтобы их распаковать, байнарный термин, все, данные получены в том формате, в котором понимают эликсиры, можно с ними дальше любые преобразования делать. В общем-то, все просто. Есть целая куча готовых, заготовых примеров и даже библиотек для очень многих языков программирования, которые могут сидеть на той стороне и слушать эти данные. Это первая заметка. Вторая, вам не обязательно целая термин-байнари и байнари-детерн делать. Можно здесь JSON, какую-нибудь сериализацию, или там MessagePay, или Protobuf, что угодно. Любую сериализацию делайте, отправляйте в порт. На той стороне главное уметь это распаковать. Время шло, и понадобилась очень интересная штучка. Асинхронное опровещение о том, что... Немножко зайду в предыстории. Я показывал, что там всякая авторизация, идентификация и invite хранятся, делаются там Guardian, Uber House, все вот это и гвардии. И данные эти хранятся в ПАЗГе. Ну, потому что всем этим библиотекам это было проще. Я не стал быть против этого всего. Время было важнее. И тут стала необходимость сделать так, чтобы... Речь слишком много. Если кому-то выслался invite для присоединения к проекту, чтобы ему сверху такой маленькой... Выплала такая маленькая нотификация о том, что... Ну, чувак, тебя тут приглашают, что-нибудь сделай. Либо давай сделай except, либо отмени, потом выберите действие, которое тебе там нужно. Из-за того, что вся эта информация лежала в ПАЗГе, ну, нужно было как-то понять, что запись в таблице invitations в ПАЗГе поменялась. То, что человек... Что новая запись для этого человека была создана, то есть его приглашали. То есть invite появился. И, собственно, это все вывести. Оказалось, что... Ну, во-первых, у ПАЗГе достаточно давно есть механизмы нотификации, когда что-то меняется, можно встроенным языком настроить так, чтобы отправлять во внешний мир нотификации о том, что что-то произошло. И, по удивлению, в библиотеке ПХОСТГРЕКС, которая, в общем-то, наверное, одна из самых популярных библиотек, которая многое умеет, есть возможность принимать эти нотификации. Круто, подумал я, и нарисовал генсервер. Собственно, что... Все тоже очень просто. В ПАЗГе, если вешается... Хранимая процедура, если меняется, если добавляется в базу данных, в таблицу invitations, новая запись, делается pj-notify с каким-то названием и с каким-то payload. Там, может быть, все что угодно, в payload, что вы положите, то и придет. В elixir можно сказать, что мы хотим слушать эти нотификационы, которые отправляет база данных, и хотим подписаться на, допустим, там, augmentation changes. Как только мы это сказали, то... когда pj-notify вызывается, и из базы данных прилетает нотификация, называется handle.info с Atomal Notification и с названием, собственно, нотификации, которую мы отослали, с payload, которую мы отослали оттуда. Собственно, in a nutshell, это вот именно так и происходит. Пришла нотификация о том, что чувака пригласили, ему вывелась вот такая штука. И снова-таки дело шло дальше. Оказалось, что нам нужно быть клиентами разных API. В нашем конкретном случае есть два типа API клиентов. Первый – это HTTP клиент, который ходит в сторонний сервис, который запущен рядом, который написан на голланге, и который шлет по запросу присылать какие-то данные. Он такой короткоживущий. То есть нужны данные, отостали запрос, получили сразу ответ, и все, все закрыли, все забыли, ничего больше не нужно. Работает, ну, не из коробки, две библиотеки поставить нужно, но работает очень просто. Poison Encode делает сервизацию в JSON. JSON с помощью RCTB-пользуемой библиотеки можно одной строкой отсылать данные на URL, которые указали. Get, post, все что угодно. Вот тут немножко магии патер-матчинга. Если приходят ответы, можно быстренько про-патер-матчить по типу статус-кода, который пришел, по типу ответа, это может быть ошибка, может быть валидный какой-то ответ. Ну, в общем-то, по большому счету, вот так вот оно все и работает. Это практически весь код. Там чуть-чуть больше, но все работает примерно так. Запаковали в JSON, применили JSON, распаковали, и проезжали дальше. По пути оказалось, что этого мало, и нужно сделать, ну, то есть, если HTTP, API, клиент API, он такой, fire and forget, выстрелил, получил данные и забыли об этом все, появилась еще нужда в долгоживущих, скажем так, IP-сессиях. То есть, когда открывается проект, когда заходит человек на проект, нужно открыть долгоиграющую сессию, в которую, то есть, в другую, грубо говоря, в которую с одной стороны будет ссылаться команда, в другой будет присылаться ответ, а ответы могут быть очень большие, и там, стриминг, все такое, и как только... И это должно быть жить, пока человек, собственно, сидит на этом проекте, скажем так, пока на него смотрит. Оказалось, что и на этот вопрос у Ирландыга есть ответ. Стандартная библиотека Ирландовская ген-TCP, которая делает обертку вокруг всяких TCP-соединений. Что ж мне тут проскакивает? Если вы как бы из админского прошлого не знаете про сети, я думаю, вам это TCP-IP только понравится. Собственно, нужно было слать в TCP сокет много данных, много данных оттуда принимать, и не закрывать это дело в процессе. Оказалось, что тоже очень-очень все просто. Из-за того, что ген-TCP дает хорошую обертку вокруг всех этих TCP-соединений, и не нужно сильно заморачиваться, код сводится чуть-чуть больше, на самом деле, но выжимка примерно такая. Мы соединяемся с хостом и портом, хотим слать бинарные данные. Вот здесь вот есть два варианта, как работает, как может работать Ген-TCP. Он может работать в активном режиме, тогда все данные, которые приходят в этот сокет к вам обратно и с той стороны, они валятся обычным сообщением в Ирланд Месседбокс, и в handle.info вы их получаете. Собственно, вот TCP, сокет, из которого пришло, и месседж. Это, в общем, обычный ген-сервер. То есть со строительством, со всеми делами. Второй режим, да, этот режим хорош, когда у вас сравнительно небольшие ответы приходят, ну, там, до пары гигабайт, например. Когда и памяти хватает, и Mailbox, простите, сильно не загаживается, скажем так. То есть, если вы знаете, что нагрузка будет, ну, так себе, 7-8, такая средненькая, то Active True очень удобно через сообщение их ловить. Если известно, что, типа, приготовьте, сейчас будут эти торренты, то нужно установить режим работы сокета Active Folds. Можно как его на режиме, на этапе создания, в том виде, в той команде, так и потом, если у вас уже есть готовый сокет, его нужно просто переключить, Active Folds ему сделать. И тогда ловить данные через ту же стандартную команду, receive, она будет вам выдавать порцион данных, которые пишутся с той стороны. Здесь, кстати, вот показано еще в простой накаленке сделанный протокол передачи данных, который у нас пока работает. Это перед тем, как прислать, собственно, данные, та сторона мне шлет в, сколько там, 16 бит. В этом поле находится длина ответа. Ну и, собственно, я дальше ловлю сообщение этой длиной. Все просто. Работает хорошо, нет повода выступать. Last but not least, как говорится, одной из последних штучек, которые мы попробовали в Elixir, это конкурентные задачи. То есть нужно было параллельно, короче, нам нужен был Matredews только в Elixir, чтобы без всяких сторонных сервисов и библиотек. То есть, грубо говоря, есть какой-то набор заметок, их нужно было асинхронно, параллельно обработать функцией update. Ну, она там, допустим, что-то делает. Буквально три строки кода у вас Matredews в вашем проекте. Что делает TaskAsyncStream? Он берет коллекцию, которая передается ему на первым параметрам, и вызывает функцию из модуля, там, третье, получается, параметры его названия, какие-то дополнительные параметры, которые передаются ему. О, работает. Вот они отсюда, вот сюда приходят. Ну, и отсюда, вот сюда. И делает это с конкурентностью, которую вы зададите. По умолчанию, по количеству процессоров, ну, логично это все делается. Можно хоть тут две тысячи сделать, у вас будет две тысячи параллельных, ну, в зависимости, конечно, от количества. элементов в коллекции, которые вы передали. Максим потоков, эрланг-трэдов будет делать функцию апдейт для каждого из элементов спид, элементов коллекции. Ну, и потом вернет, и NM2List вернет окей, и список результатов, которые вернули каждой из функций этих апдейт. Ну, мне она не нужна была, я просто ловил окей. А порядок коллекции сохраняется? Да. По-моему, сохраняется. А вот не уверен. А вот не уверен. Могу ошибаться, но мне не важно. Ну, опять-таки, это шмар предъяснил, мне не важно было, какая-то, ну, мне нужно было их просто вот наплодить там целую кучу и параллельно их обработать. Как они там дальше, ну, хочу делать десятое. Собственно, это не все, но вот шапочно с высоты десять тысяч футов вот примерно вот такие вот у нас задачи стояли, до сих пор стоят. То есть, по большому счету, не вебом единым, не в фениксом единым. Erlang и Elixir может делать много вещей, и в нашем случае он выступает таким клеем, что ли, интеграцией в SEO-сах. То есть, у нас есть Java с Clojus, 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 Go, скоро еще будет JavaScript, эти ноды запускаемые в JavaScript. В общем, целый запарк всего. Elixir служит хорошим клиентом, чтобы это все собрать в кучу, чтобы это быстро преобразовать в нужный вид и отдать, например, вебом. Ну, или не только вебом. То есть, или TCP, или HTTP, что хотите. Как бы вот. Если у вас какие-то вопросы сейчас или позже будут, можете писать мне нам e-mail, ну, и так далее. Сейчас можно вопросы задавать. Если в будущем тоже. Можно сейчас и в будущем. Почему вы используете так много разных технологий? Чем их все плохо? Это все прагматичный выбор. То есть, Elixir был нужен для веб-сокетов и веба изначально. Потом, например, получился то, что я рассказал. Clojus и Clojus нужно был для того, чтобы вот такие динамические части быстро, чтобы их быстро разрабатывать, чтобы можно было их достаточно вменяемо кодить, потому что, ну, все эти конкурентные штуки, ну, когда в браузере приходят новые сообщения, а там нужно дом поменять, а тут еще нужно какое-то всплывающее окошко сделать, а там еще чувак пишет, и нужно нотификацию показать. Это все вообще-то сходит с ума, и мое впечатление, мое мнение, что Clojus и Clojus дают хорошие абстракции, дают хорошие инструменты, вменяемую среду для того, чтобы эти все штуки делать быстро и не двинуться к ухе, простите. Еще вопрос. Почему вы используете в одном месте для своих серверсов, для своих сферсов, 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 для своих сферсов. А в другом? А что типа было это вот такое быстро, там, ну, то есть, один из примеров нужно было... У нас некоторая часть sensitive информации лежит в Волсе. Это такой сервис на Гоу. написан, ну, у которого есть HTTP интерфейс, который делает... Он хранит секреты, которые... Сейчас я попытаюсь с какой стороны зайти к этому. Когда много очень sensitive информации в проекте, нужно ее хранить аккуратно и давать разный уровень доступа к этой информации. То есть, если кто-то вдруг завладеет доступом к, допустим, базе данных, он может получить силу информации, которая хранится в базе данных. Волт делает некоторую абстракцию над этим. У нее там ключи и система прав доступа. В общем, это такая штука, которая, ну, хорошо держит эти всякие секреты. То есть, допустим, мы там храним приватные публичные ключи для каждого пользователя. Вот. И он дает интерфейс по HTTP. Раз пошли по HTTP, ну, чтобы что-то еще не гарантирует, наверное, сверху, сходили по HTTP. Другой сервис, который писал мой коллега, вот там нужны были вот такие сессионные, сессии, грубо говоря. То есть, когда человек заходит на проект, проекты, там есть два типа приватных, хранятся в закриптованных директориях. Ну, опять-таки, с точки зрения безопасности, я в прошлом моменте, да, но немножко поранал. И вот когда он заходит, нужно этот проект раскиптовать, установить соединение с кусочком бэкэнда, который отвечает за обслуживание вот кода, который хранится в этом проекте, и гонять туда постоянно, ну, по этому сессионному соединению нужно гонять много разных больших и толстых данных. HTTP, ну, можно было бы, ну, это было бы, ну, каждый раз новое соединение, новый запрос, ну, это геморрой, каждый раз проявляясь credentials, ну, то есть можно было бы, но проще было TCP-соединение, которое пока клиент сидит в проекте, допустим, просматривает заметки или дерево файлов, проект открыт, соединение установлено. Как только он ушел, соединение закрывается, проект закрывается, ну, закрептовывается обратно. А чего вы для этого используете низкого уровня GNTCP, а не раньше? А мне не нужно, вот, как там, пул всех этих connection-ов. Ну, не нужен. А зачем тогда раньше? Ну, просто более высокого уровня отвертка на GNTCP. Не надо. Нет, ну, серьезно, просто это была штука, которая решала проблемы. Она решает их до сих пор, решает их хорошо. Это, по-моему, прикольно. Нет, она, конечно, прикольно, но не надо. Что делать? Ну, вот, и поэтому, ну, то есть, каждая задача решается в минимально... прагматичный путь, в общем-то. Минимальное количество ресурсов, которые нужно, чтобы ее сделать, за минимальное время, и под это все подбирается технология. Нас пока не волнует, что мы не сможем найти Closure или Closure скрипп-разработчика. Доживем, посмотрим. Пока это так, то есть? Пока вы решали... Я точно не помню, но, по-моему, в GNTCP он не восстанавливает connection, если вдруг происходит краш с той стороны. Он присылает сообщение, что соки закрылся. Да, но по идее, он его должен тогда открывать вручную, когда там он должен открывать. Ну, как-то так и восстанавливается. Я точно не помню это. Ну, если там упало, если там упало, то там упало. А со стороны Эликсира мы же никак не можем повлиять на то, как там это все дело работает. Здесь со стороны со стороны Эликсира каждый раз проверяется. Если есть сокет, то мы в него пишем для конкретного пользователя, для конкретного проекта. Если его нет, мы и сопоединяемся, пытаемся соединиться. Если там упало и не поднялось, все, приехали и не работали. Если там упало и поднялось, то просто новое соединение откроется, та сторона умеет обрабатывать упавшие и соединения, и упавшие селекции. Скажи, сколько проекта уже закладывается? Ой, это вопрос ниже пояса. Ну, на самом деле, где-то года полтора силами, где-то 1,2 разработчиков. Я оптимистично настроен сделать это где-то к лету или в середине лета. Большая часть сделана уже, нужно просто как-то все в кучу сгрести, все быстро протестировать, посмотреть, чтобы это все дело работало, и тогда бета-релиз будет открыт для общего пользования. Заходите, кстати, там есть лендинг, там есть форма приема имейлов, можно оставить свои имейлы, если вам интересно. Я пока туда не пишу этим всем имейлом, потому что особо нечего, но как только там будет приближаться к релизу, я дам знать, что что-то появляется и на блоге в ближайшее время тоже будет сейчас некоторое количество записей, если он будет более живой, я надеюсь. Это, кстати, к вопросу о том, сколько ведется разработка. Не только разработка, еще можно блог вести, а еще на соцсетях отвечать, а еще на их сервентарх прийти, слайды готовить. Саша, расскажи еще, пожалуйста, подробнее про кейс с Postgres и Unifications. Почему вы именно решили именно, собственно, какой кейс и почему именно это решение? Вот, да, да. Ну, еще раз, так сложилось исторически, что изначально Invitations лежали в Хазме, ну, потому что вот эти все штуки сейчас начать. Вот эти все штуки Guardian, там, Swoosh, это для правки почты, Uber House, они все хорошо работают с Postgres, хуже работают со всех настаточных. Я про другое, я имею в виду, что, я так понимаю, что создается или обновляется Invitations, в таблице Invitations появляется запись. Человек с юзером ID10, вот ему прислали сообщение для приглашения в проектный мир. Почему не напрямую? Знаешь, вот в момент, когда произошло успешное создание Invitations, почему вот как бы там вот не запаблишить в коде, почему именно Postgres? Почему не калбеки, а хранимки? Почему не калбеки, а хранимки? Хороший вопрос. Ну, в принципе, можно было и так сделать. Можно было и так сделать. То есть, ничего такого не было, просто так решили сделать. Не, не, просто кроме вот этого, еще, по-моему, какая-то еще одна фича очень старая, вот на вот это рассчитано. Я просто взял с копипастер-код, там, два часа, и вот эта штука готова. Ну, два с половиной, там, еще и встать, так что я знаю. На самом деле, отличное решение, если два микросервиса, а не один монолит, тогда вот такие notification не очень классно работают. Да, на самом деле, я тоже, когда я это попробую, думаю, мух, ничего, крутая штука, работает даже. Я могу додать еще чуть-чуть, если что я подходит. У нас, например, был колись проект, но он был в милинг, в большинстве, и там очень много логики было написано на появившем вороке. И когда мы писали, клиент для этого в милинга, скажем, ну там, вы что подкались? Плюс поляга в том, что ты просто дергаешь какие-то процедуры, как в милинге, он капсулюет цю зрунку, и это прикольно працюет, и, как на клиента ты сам дублюешь. И, а я тогда научился, на печке мы писали, и я стартовал свой проект на величину CRM, и мы так же начали много чего выносить процедура на массе клинка. И в этой, даже чтобы вы понимали, типа, функция, которая называется флогнейм, она виробная, которая была с базой, и другая была так. И это тоже было, тогда мне казалось, что это звучно, и действительно, если человек пишет один проект на печке, и он потом какой-то другой проект стартует, она берет этот код и выкроет эти хранимки. Питание в том, что маленькие не вывязково выкроет, а те, кто в среднем, как у своих инкапсулюют, это мой сердце. Но когда я чуть позже начался этот проект переписывать на реал-сужет, то я просто всю цю логику с хранимом, с тридерами, из-за монетных, вынес в трейл-су проект. Почему? Потому что когда у тебя есть хранимка, а где-то есть тридеры какие-то, и они на апдейт, на дилет, на еще что-то, за этим просто не могу лицать. То есть, все-таки, когда у тебя в коле лежит, клбк, датчик, какие-то элементы, ты хотя бы всю цепочку собираешь. У меня тут тоже венитло питание, но я не стал вам задавать, потому что у вас там еще что-то есть. Ну, есть еще что-то есть. Есть еще что-то есть, я уже не понимаю. Но в одном месте то, действительно, логичнейше это на ревень кода вынести. И все. А вы же. Открылся ли как-то кейс, если у тебя по-збористу кейшн, сломался, там что-то, чего они не слушают, то как дойдет до логики? Например, старт, что-то упало. На этой странице нажимаешь Command Air и валивается вот эта штука. Нет, ну, вот это все это для того, чтобы пока ты сидишь на странице и ничего не делаешь, ну, условно, ничего не делаешь, вот это сообщение пришло. Если ты нажимаешь Command Air, то обновить страницу, забрать все свежак из базы, то оно пойдет мимо этого и вот это окошко появится сразу. Ну, потому что есть что-то в бане. Сходили в базу, посмотрели в этом области. И еще вопрос. Что такое предоставляет Go? Вы его использовали для еще одного сервиса? Гув чувак и знает Go. Он на этом проекте, ну, не то чтобы выучил, это очень хороший квалифицированный специалист, мы с ним уже больше 15 лет вместе работаем. Опять-таки, все очень прагматично. Go был написан на, ну, и до сих пор написан на Go. Это библиотека, которая вот эти все секреты хранит и дает доступ по ключам, по всяким штукам. Нужно было сделать небольшую абсолютно обверточку на это 7.7, чтобы немножко привести формат того, как работает Vault к формату, который нам нужен. Ну, если он на Vault, и собственно... А, то ли хэш и корт, ну, в общем, какие-то известные ребята его делают. А, той Vault. Vault, да. Который сейф. Хэш и корт, да. Да, да. Потом появился кусочек, который вокруг... Ну, я не помню, как библиотека называется. Она, грубо говоря, криптует, раскриптовывает директорию. То есть нам нужно, если проект приватный, то мы его храним в закриптованной директории и открываем его только на случай... Это ее, эту директорию, только на случай, когда, собственно, в проект зашли. Потому что... Ну, то есть за приватные... Эти... за приватные проекты будут браться деньги, ну, собственно, и чтобы не утекло. То есть... Чтобы минимизировать эту поверхность атаки. И тут еще... И тут еще... Все эволюционно. И тут еще недавно появился сервис, который вокруг Libget2. Libget2 на... Ну, она вообще носи, но у нее есть хорошие биндинги на Go. И... Ну, опять-таки, нет повода не использовать. То есть не за то, что мы там... О, да, Go надо поиграть. Классная штука. На самом деле, не классная. Нет, просто... Были... 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 Были какие-то продукты, которые написаны на Go. И, соответственно, миним... За минимальное время, за минимальные усилия можно было на Go подделать под наши нужды. Да, продолжается. Крепования. Окей, а вот это те, что главный проект или хрифтовать директорию? Я пришел и сказал, ну, можно хрифтовать... Ну, я же фаундер, я могу это делать. Нет, на самом деле... То есть идея всего этого зрела очень много лет, скажем так. Я в первую очередь для себя это делаю. То есть мне нужна была вот такая подобная туза на предыдущем своем месте работы, потому что очень часто приходил... У нас был маленький стартап в области Гольфа и часто звонил Сеу. У меня уже вечер, а у него еще вот разгар его гордонейки. Ааа, поинт! Почему тут так работает? У нас тут все неправильно, к нам пришли новые клиенты, а для них это... ну, неправильный формат, ну, там, карточки взялись. Не важно. Неправильный формат отображения данных. И я давай, лезу в код. Вспоминаю, что мы там два с половиной месяца назад при очередном звонке от Ел взяли и переделали в этот вид, поэтому он и сейчас так. А никаких записей, кроме как в голове, не осталось. И то, что мы меняли полгода назад, уже все выветвилось, уже непонятно, почему код именно не так и не как-то иначе. Ну, в общем, это постоянно такое бурление было, ну, как... А просто писать комментарий в коде, ну... Ну, вы знаете, как писать комментарий в коде. То есть, ты его написал, ну, там, пару дней он актуальный, живой, нормально. Потом... Быстро нужно хотфикс сделать. Идешь, делаешь хотфикс, пока найдешь багу, делаешь хотфикс, быстро отправляешься, клиент доволен, все, он доволен. А комментарии, которые там в 50 строчках выше, ну, забыли, ну, что делать. Ну, бывает. Не до этого было. Вот. И она вот постоянно вот как-то вот так вот... Знания, которые о проекте, они живут только у одного человека. И опять-таки, если мне нужно полезть чужой код, мне нужно позвонить своему коллеге и спросить, а почему этот код делает так или иначе, документации толком нету, тестов толком нету. Ну, опять-таки, стартап там можно, там можно. У меня тоже можно. Вот. И поэтому так. Хранкая предыстория. Так что, ваш проект уже сам документируется на все время? Вот. Пару недель будет, да. Там осталось доделать один очень ответственный workflow, который, собственно, подтягивает эти замерки, обновляет их и выставляет кто-нибудь, сколько они актуальны, и, в принципе, да, вот, я надеюсь, для предыдущей недели, если меня ничего не включет в сегодняшний раз, он будет сам себя документировать. Я хотел бы поинтересоваться, использовала ли вы в своей работе в Найзе? Нет. Я использовал в Египетерске, ну, для такого временного хранилища. И еще здесь в докладе не было, но мы используем недавно появилась, по-моему, версию назад, то есть 1-5, да, получается. В Алексеере появилась, это уже чисто Алексееровская штука, называется Registry. Это такая штуковина, в которой ты говоришь, вот мы запускаем, допустим, чайлд процесс какой-то, мы его хотим образовать вот таким образом и зарегистрировать в каком-то реестре, чтобы потом по этому и имени к нему обратиться. И неважно, где этот чайлд процесс будет находиться в локальном контексте, в локальном эрландхэшене, где-то это будет удаленное. Заработчики, ну, собственно, Жозе и компании обещают, что этот Registry, он такой весь себе модный, красивый, поддерживает очень большое количество этих чайлдов. И они тоже характеризуют EDS. То есть мы, по сути дела, ограничиваемся в контексте вообще всего проекта, только EDS. Ну, а персистентные данные хранятся много где. В Refinx, в Postgres, в этих всяких World, в проекте, в IT. Ну, так все разбросано. Не так получается, но по другому не так. Да, пожалуйста. Все-таки питание у Просинку. Вин у вас, как какой-то слой кешевания выступает и для пушев на клиента? А изначально реалтайм фичи у его выпусков? Изначально, да, спасибо, хороший вопрос. Изначально, да, я думал, нам нужно вот такие вот штуки показывать, то есть в реалтайме какие-то изменения, чтобы появлялись на странице без обновления. Ну, это удобно. Ну, и в конце концов, 2018 год. Для этого, собственно, Refinx был притащен в проект, втащили его для этого, для, в общем, для change feedов, вот, асинхронная вот эта вся штука, ее вытащили в отдельный проект, назвали RefinxBP change feed, и работает, ну, наверное, работает. Объясню, почему. В процессе казалось, что, ну, это k-value storage, то есть там нету схемы. и это, и это, с одной стороны, о, хорошо, наконец-то, для нас это не колонки, эти все не alter table, ну, наконец-то. С другой стороны, очень стало много мусора попадать в это все дело, и там, случайно, где-то, не досмотрел, структура, чуть там, чуть, чуть другого формата, и все, в таблице мусор. Поэтому нужно было сделать дополнительный слой, который описывал бы схему в коде, скажем так, то есть в код, который жестко определяет структуру, которая, допустим, хранится в базе данных users. И в итоге это ушло на кложью, на кложью часть, потому что в итоге туда все данные по большому счету приходят, валидируются, проверяются по схеме, там, у кложи, если будет интересно, я потом расскажу, у них там появилась кложа спека, хорошая идея, с библиотекой, которая это все дело позволяет делать. Вот оно все валидирует, складывает базу. Когда оттуда достает, можно проверять, можно нет, и отдает дальше вот вебную часть, вот в эликсир туда. И, то есть за мелкими там всякими штуками, типа там, получить user by id, я пользуюсь библиотекой из эликсира, но не более чем. То есть все данные пишутся через кложи и валидируются там и проверяются и в нужную форму трансформируются, если надо. Так сложилось, ну, не то чтобы исторически, но достаточно интенсионный, потому что нужна была какая-то схема для валидации. Ну, пришли к этому. Оно, конечно, большая нагрузка на вот эту точку передачи данных между, ну, на самом деле на порт, вот на вот эту. Но пока не упираемся на порт. Живёт нормально. Вот это на каждый запрос? А, честно? Вот это на каждый запрос? Нет, порт устанавливается, джава-процесс-запуск один. Где там было? Джава-процесс-запускается один. Я думаю, что Phoenix Watcher работает по такому же механизму. Phoenix Watcher. А что такое Phoenix Watcher? Ну, там в конфиге, когда он собирает там, джесс, можно оказать какие-то конструкции в отчер. Нет, джесс он собирает бранчем, и... Если у вас есть возможность использовать бранчем или любую джава-процесс-запускную штуку, не используйте. Я так намечался, пока настроил бранч с этими сасами и прочими штуками, два. Нет, так Watcher же сможет только уголовно. то есть, 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 Watcher смотрит за файлой системой. Если видно, что изменился файл, он запускает пересборку. Здесь я руками шлю в этот порт какие-то данные и жду оттуда, грубо говоря, руками отрыв. Да, джава-процесс-запуск один, ну, на той стороне там, там не потоки, но там там все хорошо тоже с конкурентностью справились. А вот, с одной стороны, а вот как вы... Хороший вопрос. Вот для этого, собственно, и для этого тоже притащили кто же, кто же скрипт. То есть, нужно было, с одной стороны, проверять, грубо говоря, данные формы, которые, вот, когда нажали что-то, их нужно проверить и сложить в базу данных. С другой стороны, нужно до того, как нажали на кнопку, это все дело проверить. Ну, чтобы, если что, показать, там, у вас поле не заполнено или оно в неправильном формате. Ну, глупо, в 2018 году, после того, как форму отправили, обратно возвращается, с полями об ошибке. Ну, не то совсем, она дергается туда-сюда. Поэтому, собственно, в кложек, кложек скрипте, есть, опять-таки, та самая библиотека кложек спект, она работает как в кложек, так и в кложек скрипте. Грубо говоря, она делает следующее. Декларативно задается, что там, поле ID должно быть типа int, поле name должно, там, состоять из 20 символов, не иметь там пробелов, ну, условно. То есть, декларативно задается спецификация того, какие должны быть данные. И оно работает как в кложек, когда приходит пост, так и в кложек скрипте, когда только еще чуть-чуть не нажали кнопку до того, как сработал он сабин, можно проверить, то есть, делать тем же кодом. То есть, не нужно ничего повторять. Вот он, вот такой есть, такой работает. Поэтому и кложек скрипт, для того, чтобы и компоненты, ну, вот эти вот штуки, вот иногда нужно вот эту штуку, допустим, отрендерить как в реакции, то есть, вот прямо здесь, прямо в браузе. Тоже, из-за этого кложек лорус крипт, то шаблон можно отрендерить одинаково, как и на сервере, когда контролер делаешь, когда загружаешь, принцессу свежую, так и в момент, допустим, прихода каких-то данных, можно этот же шаблон отрендерить, получить такой же результат. Дальше много времени займем. Последний. Да, пожалуйста. У вас там получается только один процесс, который общается с базой данных, в связи с тем, как описывается, то есть там старт, есть лейт. Не с базой данных, а с экстремным программ. Экстремный программ, это вот Java минус Java. Один. Но Java минус Java, это есть то, что у вас интерфейский базе получается? Ну, не то чтобы в базе, там очень много логики в этом, в этом жарнике, то есть там данные проверяются и готовятся. Насколько это критично? Насколько оно обрабатывает? Заодно они будут работать. Нет, сколько оно обрабатывает запросов? Ну, да, Java очень быстро. Ну, об этом можно беспокоить. Java очень быстро. Ну, что, что от Java? Ну, сами понимаете. Нет, нет, серьезно, то есть... Ну, не было знакащихся, вот я проектов, спрашиваю. Нет, то, что память он занимает, это понятно. Дело такое, на локальном компьютере это все разрабатывается, тормозов нет. А нагрузочное тестирование не в Фоколе? Да равно еще, особо нагружать им нечего. Ну, опять-таки, кстати, хороший твой, из-за того, что это, в общем-то, такая отделяемая часть, то есть она общается через стандартный протокол и, если что, можно еще один порт запустить и каким-то образом, допустим, шардировать пользователей. Ну, там, пользователь с юзерайди идет на один порт, с юзерайди два на другой, или там даже на другую машину. То есть, хороший клей, эликсир, хороший клей для этого. То есть, позволяет тут быстренько такой раз-раз-раз-раз-вы сделали. Давайте на этом заканчивать. Спасибо. С вопросами.